Великой Отечественной войны 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 Здравствуйте! Так, хорошо, отлично! Посмотрим основные новости, которые на сегодняшний день. Ирина, также приветствую вас! Итак, евро-доллар. В среду по итогам дня пара евро-долларов закрылась ростом. На ее оказывали влияние заявления главного экономиста банка Англии Энди Халдейна. Доходность американских облигаций и американская статистика, в том числе, большую часть времени цена торговалась в боковом тренде в диапазоне 30 пунктов. Британский фунт подешевел на фоне политической неопределенности в Великобритании, так как консерваторы и демократическая юнианинская партия не могут договориться о создании коалиции. Об этом сообщил вице-премьер Великобритании Дэмиан Грин. А подорожал британец во время выступлений королевы Елизаветы II и представителя банка Англии Эндрю Халдейна. Сворачивание программы покупки активов возможно во втором полугодии 2016 года, если данные будут соответствовать текущим прогнозам. Банку Англии во втором полугодии следует начать отказываться от некоторых мер стимулирования, принятых после референдума членствия ВС, заявил Халдейн. Покупатели представили себе, как будет развиваться бычий тренд и принялись скупать подешевевший фунт, забыв о недавних заявлениях главы Банка Англии Марка Корни по поводу преждевременного повышения процентной ставки. На фоне укрепления британца курс евро повышался. Поддержку курсу доллар оказали данные в США, свидетельствующие о более высоком уровне продаж домов, нежели ожидалось. После закрытия торгов в Европе на фоне снижения доходности американских облигаций была пробита трендовая линия. Курс вырос до 1,1169. Европейский Центробанк сообщил, что приобрел 950 ценных бумаг, имитированных примерно 200 компаниями в рамках программы покупки корпоративных облигаций. Программа была начата год назад как одна из беспрецедентных мер поддержки экономики еврозоны. Федеральная резервная система может отложить повышение ставок до декабря. Президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс заявил во вторник, что Федеральная резервная система может подождать до декабря, прежде чем вновь повышать ставки. Однако он добавил, что до этого она может приступить к сокращению своего баланса. Япония. Управляющий банк Японии Харухико Курода напомнил рынкам о том, что Центральный банк сохраняет склонность к мягкой денежно-кредитной политике. Инфляция все еще далека от целевого уровня в 2%, говорит он. Мы уверены, что в текущих условиях целесообразно продолжать осуществлять масштабное стимулирование экономики. Вот Ильяс пишет, почему иена не реагирует на увеличение инвестиций за рубеж и на уменьшение инвестиций внутри по утренним новостям. Ильяс, видимо, рынок это учел и есть более сильные данные. Итак, нефть. Новый принц Саудовской Аравии будет поддерживать нефтяные цены. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд сменил наследного принца. Вместо Мухаммеда бен Наив, сохранившего за собой пост министра обороны, занял его двородный брат Мухаммед бен Сальман. Мухаммед бен Наив автоматически ушел с постов первого заместителя премьера и министра внутренних дел. За нового наследного принца проголосовало 31 из 34 членов комитета династии по вопросам правопреемственности. Для посвященных в делах династии Саудитов это решение не стало неожиданностью. Удивило лишь то, что это произошло только сейчас. Нынешнему королю Саудовской Аравии Сальману уже 81 год он перенес инсульты и операцию на позвоночнике. По неподтвержденным данным он страдает и другими недугами. Фактически власть в Саудовской Аравии полностью перешла в руки 31-летнего Мухаммеда бен Сальмана. За последние годы его влияние при решении ключевых вопросов королевства возросло. В новом статусе ему будет легче проводить запланированные реформы и снизить влияние консерваторов. Действительно, сейчас Саудовской Аравии нужна сильная рука. Из-за падения нефтяных котировок страна испытывает бюджетные проблемы, активно расходует резервы и вышла на долговые рынки. Власти ищут новые способы пополнения казны и снижения зависимости от нефтедолларов. Вполне возможно, что Мухаммед бен Сальман будет проводить более жесткую внешнюю политику. Принц был одним из инициаторов изоляции Катара и противостояния с Йеменом. Вполне возможно, обострение отношений с Ираном и Катаром. Вероятно, также активизируется IPO в Сауди Арамка. Еще одно начинание наследного принца. Оно может состояться в 2018 году. Сейчас стоит вопрос выбора площадки, где это IPO состоится. НСЕ или Нью-Йоркская фондовая биржа. Скорее всего, наследный принц постарается активнее влиять и поддерживать нефтяные цены. Отметим, что инвесторы позитивно восприняли эту новость. И Саудовский индекс акций растет на 4%. Заглянем в календарь. Что сегодня? В 11 часов выходит экономический бюллетень ЕЦБ. В 13.00 в Великобритании. Ожидаемые промышленные заказы от CBI за июнь. В 15.30 в Канаде. Базовый индекс розничных продаж за апрель. Розничные продажи за апрель США. Число требований на получение пособия по безработице за неделю с 11 по 17 июня. В 16.00 США индекс цен на жилье за апрель. В 17.00 еврозона индекс потребительского доверия за май. В 17.00 индекс опережающих индикаторов за май. И в 21.00 в Великобритании выступление члена правления банка Англии Форбса. Сегодня кое-какие новости есть. Я думаю, что как-то цена движется. Но новостей первого уровня нет. В основном это новости второго, третьего уровня. Потому что у нас здесь восхитительные значки. Двухзначные и однозначные. Но тем не менее топливо для движения рынка сегодня присутствует. Нельзя сказать, что сегодня календарь пустой. В пятницу у нас также будут определенный набор событий. Более плотный календарь. Особенно по Соединенным Штатам Америки. 16.45.17.00. Вот выступление члена комитета банка Англии Форбса. Он будет в 21.00 снова. Форб выступает сегодня. По Германии выйдут данные. Которые наверняка тоже покажут кое-какие колебания по европейской валюте. В валюте. Ну и в 11.00 по Европе выходит составной индекс деловой активности. В производственной сфере и так далее. А также в секторе услуг. По Канаде тоже выходят новости. В общем посмотрим. Канадец, европейцы и американская валюта как всегда будут двигаться. Но насколько сильно, не знаю. Будем смотреть позже. Так, хорошо друзья. Давайте посмотрим сейчас рынки с точки зрения технического метода анализа. Как всегда мы начинаем с японской иены. Японская иена совершила некоторые движения, которые мы вчера и предвещали. Вот это вчерашняя разметка. А в момент анализа, вот где-то в 11 часов мы находились вот здесь. Вот после чего я говорил о том, что скорее всего будет отскок от линии поддержки, которую мы обозначили. Этот отскок состоялся. Рынок пошел вверх. Но вершины не пробил. Сформировал здесь разворотную свечу. Даже несколько. После чего ушел вниз. Точки входа были обозначены по пробитию вершин на 111.33. Вот этот кусочек рынка, кто работает по такой стратегии, мог зайти и взять. После чего рынок, естественно, развернулся. Вот. И пошел вниз. Что это может быть? Скорее всего, подобное движение рынка необходимо рассматривать в более крупном масштабном измерении. Все, что здесь происходит сейчас, сейчас вернем вот эту линию поддержки, которая была предыдущим сопротивлением. То, что происходит сейчас, это у нас коррекция после пробития вот этой вот ключевой точки, вот этого ключевого фрактала на 111.70. То есть целевая зона коррекции, скорее всего, будет располагаться на уровне 23.38. Вот. Может быть, коснуться, уйти ниже на 50. После чего наверняка будет следующее импульсное движение. Потому что, ну, по сути дела, ключевые точки, которые находились, рынок уже их преодолел. То есть первая ключевая точка была вот здесь на 111.80. Вторая ключевая точка, он ее добил на 111.63. Третья ключевая точка на 112.15. То есть вероятнее всего, что рынок попытается сделать? Откатиться на 38.50, сейчас мы эту зону обозначим серым цветом, просто перетянем вот сюда. 38.50 вероятнее всего. Либо не добьет 38.50. Нам сейчас нужно понять, где вот эта коррекция остановится и развернется. После чего попытается штурмануть, наверное, очередную вершиночку на 112.12. Вот здесь. То есть для того, чтобы нам понять, где останавливается коррекция, а коррекция у нас, мы вчера говорили на Profit Surfer, у нас есть несколько видов коррекции. То есть сейчас идет просто флэт, вершиночка вот эта. То есть зигзагом это правильной коррекцией назвать нельзя, но тем не менее. Вот это идет А, Б и волна С в этой коррекции. То есть С, как всегда, состоит из пяти подволн. Наверняка первая, вторая, вот это третья, вот это сейчас четвертая идет, скорее всего, будет пятая. Вот сюда добитие. Вот когда будет пятиволновка, и вот здесь у нас мы увидим на четырех часах зеленый АС хотя бы. Вот тогда у нас есть все признаки говорить о том, что коррекционная волна, вот эта, завершила свое движение. То есть первое, у нас есть А, Б, С. Давайте разметочку сделаем. А, Б и формирование волны С вот здесь. Мы, как всегда, считаем подволны. У нас есть несколько факторов, несколько, так скажем, аргументов, чтобы полагать, что целевая зона достигнута. Первая, пять волн в С, и целевая зона по Фибоначчи 38.50. Скорее всего, 50 будет. Посмотрим, как будет развиваться движение. То есть в данный момент опорная точка, ключевая точка, которая говорит о смене тенденции, это 111.91. Если пробивает вот здесь, на меньшем таймфрейме, эти вершины, и рынок стремительно уходит вверх. Значит, это изменение ключевое. Ключевое изменение ситуации. С одной стороны, конечно, можно сейчас потихонечку здесь, по пробитию вот этих вершин на 111.19, расположить ордера buy-stop на покупку. Тогда защитный стоп придется расположить вот по этой низине на 110.54. Но опять же, все-таки хочется дождаться формирования полной структуры волны С. Тогда вход наш будет более-менее обоснованным. Более того, на 4 часах наверняка мы тогда увидим формирование соответствующих свечей разворотной формации. Мы проходили на вчерашнем занятии по Profit Surfer, подобные формации свечей разворотной формации, говорили о том, что обычно свечи вот с такими тенями, тенями вниз и открытием-закрытием в верхней части формируют линию поддержки или сопротивления в зависимости от того, где они находятся. Так вот, если мы сейчас увидим по 4 часам вот свечечки вот такие, то ключевая точка входа, открытие позиции наверх будет находиться вот здесь, по пробитию вершин этих свечей. Сейчас говорить пока рано, факта формирования таких свечей нету. Завершение вот этого движения пока здесь еще не видно, по 4 часам все за красная зона, пересечения нуля нет, поэтому сейчас о входе в рынок говорить пока. Вот вживую рано, но ближайшая ключевая точка, мы ее уже обозначили вот здесь, 111.21. Это была японская иена, пара доллар-иена, давайте смотреть дальше. Ильясу, я уже ответил, почему иена не реагирует на увеличение инвестиций за рубеж и на уменьшение инвестиций внутри по утренним новостям. Потому что есть такая штука, как выступление банкиров и денежно-монетарная политика. Все остальное это следствие денежно-монетарной политики. Так, австралиец. По австралийцу вчера мы говорили о том, что если, и даже позавчера мы говорили о том, что если у нас пробивается нижняя линия поддержки, рынок будет уходить вниз. Вот эта вчерашняя разметка здесь ничего не трогала. Характер рынка, конечно, безобразный вот здесь. Но, тем не менее, он все равно движется вниз. Безобразный, четкого канала нет, шпильки. Но общее направление движения вниз. Кто стоял на пробитии ключевой точки, сейчас уже по вершинам может ставить защитную стопу и передвигать постепенно вниз. Защитную стопу может стоять вот по уровню. Сейчас я обозначу его. Даже красным цветом. Вот здесь. Вот здесь или по вот этой вот шпильке. Сейчас поставим красный. Вот здесь. Так будет правильнее. В принципе, рынок уже дает прибыль. Где завершение вот этого движения? Пока сказать трудно. Скорее всего, перебой ключевых точек будет говорить о смене тенденции. Если по классике жанра у нас низины перебиты не будут, вот здесь, то это фактор замедления движения вниз и ускорения в противоположную сторону. То есть, если у нас часовка закроется каким-нибудь разворотным баром или свечой, предположим, в такой формации, там 12 часов, то, скорее всего, рынок будет набирать уже обороты в противоположную сторону. В долгосроке, как бы, сейчас говорить о чем-то пока тяжело, потому что дни, день не закрылся. Если день закроется додже, вот здесь, вот тогда будет нам четкий, четкая буква в алфавите о том, что, скорее всего, здесь вот движение вниз временно будет приостанавливаться. Хотя на дневке АУС красная, но тем не менее, у рынка тоже есть дыхание. Вот на четырех часах здесь уже зеленое идет ускорение в обратную сторону. Рынок может коснуться свободного сотового мувинга по буллинджеру. И только после этого уйти наверх, откатиться. То есть, сейчас здесь делать пока нечего. По крайней мере, я так вижу. Новозеландец, доллар. Новозеландец, доллар. Так, австралиец. Да, Илья, сплошные диверы. Но смотря на каком таймфрейме. Если по часовке говорить, да, здесь есть диверы, но без пересечения нуля. А здесь может быть пересечение нуля по АО, после чего еще один дивер с пересечением нуля. Вот тогда будет касание сотового мувинга по буллинджеру. Ну вот, локальные диверы есть, да. То есть, какой-то намек на то, что вот тут все останавливается. Есть, то есть, первое это свеча. То, что низины не перебиты. Вот, ну и здесь кое-какие диверы есть. Ну, здесь один дивер. Вот это не дивергенция. Потому что эта низина не ниже предыдущей низины. Вот если бы здесь все было ниже, тогда бы было раз, две дивергенции. А так пока одна. Так, по австралийцу разобрались. Давайте Новозеландец смотреть. Новозеландец формирует фигуру. Здесь у нас что? Здесь у нас треугольник зреет. По дневке мы это дело смотрим. Если зреет... Слушайте, такое впечатление, что, скорее всего, будет пробивать вершину. Вот. Я не знаю, то есть, насколько интуиция меня не подведет. Но в этот раз есть некоторые моменты. Вот смотрите. Вроде бы есть дивергенция. Раз. У нас пересечения нуля не было. Пересечения нуля здесь. Такое впечатление, что вот здесь будет зреть дивергенция. С пересечением нуля. И будет... И будет пробита вот линия сопротивления. После чего рынок пойдет наверх. Вот. Если не будет, конечно, неприятных сюрпризов в этом отношении. Потому что у нас здесь вот ускорение, по сути дела, уже... Сейчас немножечко поубираю разметку, чтобы нам ничего не мешало. То есть, по сути дела, здесь ускорение зеленое. Вот. Но здесь может сформироваться еще одна недельная свеча точно так же. То есть, формировать клин. То есть, формирование рынка может происходить еще несколько дней. Вот. До того момента, как все это будет пробито. И преодолено. Так что рынок пока зреет. Сейчас пока наблюдаем. То есть, ну, фактически вот по четырем часам идет четкая фигура. Четкий клин. Вот такой вот. Сейчас восстановим линию сопротивления. Бывшую. Четко видно сразу хвостами. Бьет по линии сопротивления. Здесь еще и сотый. И, вернее, здесь еще и Боллинджер. То есть, здесь идет консолидация. Все красное. Рынок еще пока не созрел. Поэтому здесь вообще фактически, как я говорил, нужно будет работать на пробой. Здесь пока ничего нет. Так. Евро. Новозеландец. По-моему, у меня здесь стояла позиция. И меня ее закрыло в прошлый раз. Я перетянул стопы поближе. Вот по этой низиночке. Вот. И меня вот этой шпилькой по выходу данных, видимо, меня закрыли. Ну, говорить, что это крупный убыток, нет. Здесь буквально несколько пунктов. Здесь 16 пунктов, по-моему. А, 16 долларов. Здесь цена пункта просто меньше. То есть, 23 пункта. Вот небольшой убыточек. Вот. Посмотрим. Может быть, это действительно продолжение движения. Сейчас будет все направлено вниз. Вот. Но определенные моменты, говорящие о том, что здесь, в принципе, могла быть точка разворота тренда. Ну, во-первых, изменение направления АО, зеленое. А во-вторых, касание сотового мувинга. По сути дела, наверное, ключевые точки были принятие решения рынком. Вот здесь. 1.5572. Если она будет пробита, то да. То есть, здесь можно будет говорить о том, что действительно смена тенденции. Сейчас рынок непонятен здесь. С одной стороны дивергенции есть. С другой стороны, вроде как и намечалось пересечение нуля. Но может здесь еще вырасти еще одна низина. И рынок может еще ударить в нижнюю линию. Боллинджера на 1.5269. Напомню, что подобные вещи у Боллинджера это динамично. Ну, в каком-то роде, своего рода, динамические линии поддержки и сопротивления. Так, хорошо. То есть, здесь пока ничего нет. Вообще, по сути дела, рынок, таймфрейм у рынка дневной. То есть, он более четкий выраженный паттерн. То есть, здесь нет полета моли. Как здесь вот, например, на часе М30, М15. Внутри дня здесь торговать нельзя. М15, М30. Вот 4 часа, день, неделя. Но это более-менее тот таймфрейм, где здесь что-то ясно и понятно. Так, новый зеландец, франк. Давайте посмотрим. Здесь тоже у меня стояла позиция шартовая на откат. То есть, просто меня не было за монитором, честное слово. Нужно было, наверное, перед вечером просто перенести по вершине стоп пониже. Это очень досадная вещь произошла. Фактически, меня закрыло спредом. Видите, да? То есть, то, что мы разбираем как раз на основах профессии трейдера. Мы сегодня, кстати говоря, будем говорить об этих вещах. Мы сегодня на основах профессии трейдера. Ну, вернее, не основа профессии трейдера, а первая часть базового курса. Сегодня четвертый день. Практическое закрепление материала. Мы как раз сегодня будем разбирать о том, как исполняются позиции, как исполняются ордера. И вот эти вот моменты, да, видите? То есть, у нас же свечи отрисовываются по биду. У нас есть еще спред. Но позиции на шорт у нас закрываются по аску. Как раз спредом меня здесь и закрыло. Но, тем не менее, ничего страшного. Рынок пошел потом вниз, вернулся. В общем, здесь был расколбас, выходили новости. Может быть, и правильно, что... Ну, по сути дела, не считаю это крупной потерей. То есть, цена вопроса была где-то в 28 пунктов. Ничего страшного. То есть, учитывая то, что у нас по британцу в прошлый раз был хороший плюс. Но, наверное, я буду все-таки отказываться входить в рынок по другим стратегиям. Все-таки, наверное, буду дожидаться профитсерфер. Потому что, ну, считаю, что наиболее... Для меня, как, например, наиболее, так скажем, безопасная стратегия. Однозначная и понятная. Ну, вот и надежная. Потому что другие моменты не совсем хороши для торговли. В перспективе. Все-таки перспектива сохраняется. В перспективе сохраняется следующее. То есть, вот здесь, здесь коррекция, да, была. И, скорее всего, поскольку у нас перебиты ключевые точки, перебиты, вот они. Ключевая точка 0.7066. Скорее всего, здесь будет коррекция. Если будет, конечно, продолжаться. После чего поход наверх. Глубина коррекции пока неизвестна. Обычно это по Фибоначо у нас корректируется рынок. 23.3850. Обычно это 50. Но, опять же, в зависимости от характера рынка. Первая целевая зона коррекции достигнута 23. Практически рынок ее, смотрите, точь-точь пробил и отскочил наверх. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ну, ключевая точка на пробитие это 0.7104. Вот здесь. Ускорение и АО, и АЭС направлены вниз. Так что, я думаю, что еще коррекция не закончилась. Здесь будет просто расколбаса. Давайте посмотрим европейские валюты сейчас. Доллар-франк. По сути дела, мы уже несколько дней тому назад обозначили сценарий развития ситуации. То есть, наиболее вероятен. То есть, первое, это пробитие низины на 0.9695 и какой-то откат еще на низ. Но, скорее всего, в данный момент рынок говорит нам о другом. Если 4 часа закроются по свече здесь у нас именно вот такой свечой, то есть, закрытие будет в верхней половине, то, скорее всего, можно будет говорить о том, что здесь формируется линия поддержки. Если так, то, скорее всего, рынок здесь будет формировать фигуру. Если фигура формируется, то, скорее всего, это коррекционная фигура для того, чтобы совершить пробой и уйти наверх. Здесь рынок демонстрировал пятиволновку, дивергенцию. И вот здесь уже потихонечку здесь видно импульс, коррекция. Вот здесь первый импульс, второй – коррекция. Второй импульс – коррекция. Такое впечатление, что рынок попытается развернуться наверх, вот в этой точке. То есть, какие варианты вообще в данный момент есть? Дожидаемся закрытия 4 часов, если действительно здесь формируется свеча разворотной формации. Давайте посмотрим меньший таймфрейм. Здесь 15 минут включим. Фактически, здесь что произошло? Перебитие ключевой точки – сильный импульс. Говорит о том, что здесь зашли крупные покупатели. То есть, здесь быки передавили медведя локально и не дали цене уйти вниз. Если этот сценарий сохраняется, 4 часа у нас закрывается в верхней половине, то первое – можно ожидать небольшого отката вниз и дальнейшего похода наверх. То есть, внутри дневной сценария – это работа внутри вот этого восходящегося треугольника. 64 пункта, 65 здесь раньше есть. Кого это, конечно, устроит? Второй сценарий более долгосрочный. Здесь размещаем бай-стоп. Защитный стоп ставим на 0,9693. И смотрим, что будет происходить дальше. Если вот здесь рынок формирует у нас вот этой свечой фрактал, а мы помним, что такое фрактал – это бар или свеча. Вот если это фрактал на низ, да, это свеча. Плюс еще два соседних бара, которые не перекрывают вот эту низину. То есть, вот здесь можно подтягивать потом стоп, ставить стоп-разворот в обратную сторону и посмотреть, куда пойдет рынок. То есть, нам все равно, куда он пойдет, честное слово. То есть, я, наверное, так сегодня и сделаю, если не забуду, вот если будет время. Дождусь четырех часов, здесь будет бай-стоп. А здесь будет стоять пока стоп-разворот до тех пор, пока вот здесь не сформируется фрактал. А там будет видно. То есть, здесь сценарий движения именно такой. А завтра, в пятницу, посмотрим, чем все это закончится. Так, фунт-доллар. По фунт-доллару мы уже говорили в обзоре, почему произошел импульс. Вот на каких данных все это выходило. В общем, это и стоило этого ожидать. Еще раз хочу повторить, что фактически у нас позиция была закрыта вчера. Ну, тютелька в тютельку. Одна из лучших сделок по стратегии Profit Surfer. Вот это не считается. Поторопился в рынок, хотя можно было просто оставить и стоп отодвинуть. И не ждать, пока рынок тебя закроет там в ноль или что-то. То есть, у нас, вот, отметочка стоп стоял на отметке 1.28.34. Рынок его не зацепил. Повторный вход был вот здесь. Когда рынок начал демонстрировать разворотные свечи. И позиция вчера, как раз во время трансляции, была закрыта вот по 30 минутке. Помните, да? Вот здесь. Что произошло? Мы взяли практически 99% трендового движения. Соотношение прибыль-убытки давайте считать. Вот у нас вход 1.28.02. Стоп стоял вот тут. То есть, буквально 32 пункта. А взяли мы 197 пунктов. Ну, давайте посчитать. То есть, 197 разделить на 30. По-моему, там было отношение где-то 1 к 6. Достаточно интересный трейд. Это и есть вход с коротким стопом по стратегии Profit Surfer, которую мы изучаем. Вот сегодня будет, по-моему, третий день у нас стратегии. Profit Surfer. Мы уже будем изучать вот индикаторы. Что, где, как, чему, почему мы входим, когда мы входим и так далее. Ну, опять же, здесь на экране не все индикаторы, которые соответствуют этой стратегии. То есть, здесь на экране много еще не показано. По фунту сценарий следующий. Здесь, скорее всего, будет консолидация. После консолидации либо рынок пробивает сформировавшуюся линию поддержки, если действительно это будет ключевой точкой, и поход на низ. Либо будет импульс, коррекция, которую мы сейчас видим. И снова вход в зону канала с целью формирования еще одной точки входа, но более глубокой, с целевым уровнем, где-то 61. То есть, 50 уже есть, можем добить до 61. То есть, свободно. Здесь ситуация сейчас неясная. Вот как раз мы находимся вне рынка. Будем ждать. Сейчас неопределенность. Тем более, первую дивергенцию, на основании которой мы, кстати говоря, и выходили. Вот по 4 часам ее видно. Рынок отработал, дал импульс в обратную сторону. Доллар-канадец. Ну, фактически, рынок двигается по заранее намеченному плану. Давно говорилось, что здесь формируется коррекция. То есть, рынок в коррекционной фазе. Вот это предыдущая разметка. Линейка точно так же стоит, как и в прошлый раз. Целевая зона 50. Он к ней и пришел. Завершилась ли стадия движения или нет, можно будет сказать потом. Ключевые точки здесь 1.3307. Вот. Фактически, вот эти низины. Но рынок, скорее всего, демонстрирует уже настроение разворачиваться вниз. Но, опять же, для того, чтобы это нам увидеть, нам хотя бы надо увидеть, что индикатор АО поменял свет. Потихонечку, конечно, с одной стороны можно было бы размещать здесь позиции, но не входить, опять же, одним ордером. Здесь входить можно по чуть-чуть, потому что здесь не видно напорной точки с коротким стопом, пока рынок может добить до 100-го мумбинга по дню. Вот сюда. По дню на 1.3382. Если считать предыдущую точку вот здесь ключевым определенным уровнем бывшей поддержки, то мы знаем по классике технического анализа, что рынок обычно возвращается к предыдущему уровню поддержки, который сейчас уже стал сопротивлением. Хотя может и не добить. Вот почему сейчас нет однозначности, а с другой стороны хотелось бы, чтобы индикатор уже АО поближе был к нулю. Вот тогда что-то будет ясно. То есть здесь сейчас ситуация полуясная. Ситуация, скорее всего, шортовая, но пока полуясная. Опять повторяю. Скорее всего, все-таки здесь будет добитие до 100-го мумбинга. Посмотрим. Сейчас будем наблюдать. Хочется все-таки на откате зайти в сторону предыдущей тенденции. Как любому нормальному человеку, да, не взять. Зайти в рынок в самой лучшей точке. Но не всегда так получается. Просто нужно немножко подождать в этот раз. Так, евроканадец. По евроканадцу здесь шортовая ситуация. У меня стоял отложенный ордер, и вот как раз во время обзора он сработал. Мы видим здесь, что мы видим. Мы видим конкретно черную свечу. Хотя и сильная тень внизу. Значит, здесь есть покупатель. Но окажется ли покупатель силен, чтобы выдавить цену еще выше? Вот в чем вопрос. АО и АЭС у нас красного цвета. То есть ускорение вниз. Второе. Здесь отсутствует дивергенция с пересечением нуля. По четырем часам. Значит, ситуация шортовая. А по четырем часам АЭС тоже красная. То есть это все, так сказать, признаки того, что, скорее всего, в ближайшее время рынок снова пойдет вниз. Ключевые точки, по которым стоит стоп, находятся вот они. На вот этом уровне. На 1.4923. Посмотрим, что будет с этой парой. Вот. Вот так вот, наверное, будет лучше, правильнее. Вот. Ну, одну позицию на продажу я здесь открыл. Хорошо. Подневки у нас здесь, да, тоже подобное формирование. Пробита ключевая низина. Импульс, откат, коррекция. Коррекция может уйти и... Ну, вот здесь целевая зона между 23 и 38 уже достигла. Может 38,2 и прийти, кстати говоря. Поэтому чуть-чуть отодвинем стоп, если сюда придет рынок. А может быть все, что угодно. Вот. Просто если сюда приходит, формирует еще одну свечу разворотной формации, думаю, вторую позицию открою. То есть по этому рынку ясно, да. Так, евро-доллар многострадален. Да, страдалец вообще. Вот смотрите. Ничего не трогал с предыдущего раза. Давайте уберем. Всем ясно, что вот это ключевые точки. Чтобы нам линии эти не мешали. Слушайте, ну, по-моему, разворачивается на низ уже. Вот это вот все. Здесь нет покупателя. Если покупателя видно было четко вот на этих отрезках рынка, здесь видно, что они уже иссякли. Здесь пятиволновка была четкая. Вот здесь последний выход был. После чего отшортили очень сильно. Вообще знаковая свеча. Знаковая свеча и на дневке, посмотрите. Да, и черная свеча еще. То есть слабенькое движение наверх. Угол наклона тоже слабенький. По сравнению вот с этим. Формируется такой вот канал своеобразный. Скорее всего, это уже потихонечку рынок разворачивается на низ. Тем более, что сейчас по четырем часам, если свеча вот такая закроется, вот, скорее всего, это точка разворота и похода на низ. Ключевая точка изменения нашего взгляда на рынок находится на уровне 1.12.14. Если вот здесь пробивает, значит, очень вероятно, что рынок может выйти еще наверх. То есть у нас сейчас идет консолидация. По сути дела, понеделье я уже говорил, что рынок находится в ситуации шорт. Вот, давайте посмотрим здесь еще свечи, да, вот, вот свеча еще, знаковая, доджи. Вот здесь перебиты вершины. Тот, кто неосмотрительно стоял на бай, на самом верху, их забрали позиции, потянули вниз, и сейчас рынок ускоряется вниз. То есть замедление. То есть фактически на этом этапе по неделе идет торможение рынка и ускорение в обратную сторону, потому что АЭС уже красная. И на следующей неделе наверняка гистограмма вот здесь на АО будет уже красной. Если это так, значит, это конец восходящего движения вообще вот здесь. И начало долгосрочного движения вниз. Здесь у нас стоят все шортовые позиции. У меня по месяцу, напомню, что стою на шорт, потому что вот это не разворотная формация. Здесь был импульс. Вот здесь дивергенция. Ну, дивергенции тоже назвать нельзя. Здесь может быть, может и не быть здесь пересечения нуля по месяцу, потому что здесь вот явно по неделю уже есть пересечения нуля, и скорее всего здесь вот момент истины и поход вниз. Ключевые точки изменения. Вот глобальное изменение нашего анализа находится на 1.15, 1.16. Вот они. То есть пробитие линии вот здесь сопротивления и ключевых точек, вот где стоят стопы. Вот как раз тот момент, касательно которого мы должны пересмотреть наш анализ. Но тем не менее, пока многое говорит в пользу того, что здесь шортовая ситуация. Алексей предлагает еврофунт посмотреть. Хорошо, посмотрим. Так, друзья, немножечко там трансляция прервалась, да? На какой минуте не видно было? Мы все посмотрели? На какой паре не было трансляции? Так, давайте еще раз, я коротко. Доллар канадец здесь разворачивается на низ, но надо подождать ситуацию, да? Какие пары не посмотрели, Александр? У нас был еще доллар канадец, еврокат, евродоллар и так далее. Все нормально было, да? Хорошо. Так, по евродоллару услышали, да? Отлично. Да, еврофунт сейчас посмотрим. Давайте золото быстренько пробежимся. По золоту здесь то, о чем говорилось, да? Дневка вчерашняя закрылась белой свечой. Сейчас тоже зреет белая свеча. Скорее всего, здесь формирование непонятной консолидации. Вот, если сегодня неделя, на этой неделе закроется опять же свечой шпилькой, значит, поход наверх. По золоту сейчас пока не вижу ничего, никаких точек входа. Нефть опять продавила вниз. Вот, ниже линии поддержки, да? Мы ее должны пересмотреть, вот так. Так будет правильнее, да? Построено. Но, скорее всего, здесь вот, как только красная АЭС будет, значит... Вернее, зеленая АЭС будет, значит, уже конец движения. Ну, нефть, наверное, бьет уровень 4407. Но где-то будет все-таки отскок. Лучше ключевой уровень очень сильный вот здесь. Под нефки 44 где-то. Да и неделя тоже. Потом откроем большее количество котировок, чтобы нефть увидеть. Но вот здесь вот это вот все, конечно, скоро должно закончиться. Так, хорошо, еврофунт, да? Сейчас давайте посмотрим еврофунт. Одну секунду, секундочку, сейчас загрузим. Еврофунт. Потерпите немножко, пока темно, знаю. Так, давайте посмотрим пока на него без индикаторов. Ну, по сути дела, здесь надо смотреть неделю-месяц. Потому что все, что здесь внутри происходит, смотрите, час 30-15. Это все полет моли. Глобально сейчас надо посмотреть. Здесь импульс, коррекция. Здесь еврофунт может уйти еще выше. Вот сюда. То есть, фактически сейчас рынок находится в консолидации. Вот здесь. Ходить он будет еще в этом коридоре. Вот тут вот может уйти наверх, отколбасить и уйти на низ. После этого можно говорить, что рынок может еще двинуть. Вот так вот. Потому что сильный импульс был. Сейчас будет коррекция в глобальном коридоре. Вот здесь вот ходить все. Вот вершина, да. Если здесь наклоны построить, плюс параллельная. На что-то хоть опереться. Еще как-то можно говорить вот о подобных вещах. Вероятнее всего здесь торможение, локальный откат. Вершина перебита. Может пойти наверх. То есть, здесь все что угодно может быть, потому что волна коррекционная. Здесь, скорее всего, вот уже ключевые точки перебиты. И рынок может еще уйти вот сюда. Хорошо, Саша. Не знаю, что там. Группа Мираж не слышал. Может быть слышал, просто песню не помню. Хорошо, друзья. Все тогда. Давайте заканчивать на сегодня. Посмотрели все. Вопросов больше нет. Когда действовать по рублю? Ильяс не знаю. Рубль пока мы... Нет, самое. Не смотрели. Не смотрим. Ирина, золото смотрели? Золото смотрели, да? По золоту посмотрели. Ничего хорошего нет. Ну, с одной стороны, конечно, можно зайти на покупку по пробитию вот этой свечи. То есть, здесь определенная разворотная информация и есть. Вот на 1256-57. Вот тогда стоп поставить вот сюда на 1212. Тейк-профит где-то в районе сопротивления. Тем более, ускорение зеленое. Может еще и выдавить вот наверх. Но поход будет, наверное, не столь стремительным, как раньше. Или стоп вот по ключевой точке разместить вот здесь. Более консервативно на 1240. Но здесь пока выше. Хорошо. Хорошо, друзья. Все тогда. В 12 с новичками четвертый день базового курса. Там, как исполняются ордера, метод учета позиций, закрепление материала МТ4, кнопки, важные функции, кое-какие МТ4. Как скачать и установить программу, функции горячей клавиши, смена пароля, виды ордеров, их размещения и так далее. А в 17 мы встречаемся на Profit Surfer. Сегодня третий день будет. Мы уже будем разбирать индикаторы. Все. Всем хорошего дня. Спасибо. Встречаемся на обзоре завтра, как всегда, в 11.00. Железобетонного профита и безстрессовой торговли. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok